ребята привет сегодня 7 марта прошел ровно день после того как мы выложили видео про запрет растаможки для не местных не из приморского края людей и сегодня на вл.ру публикуют официальный ответ таможни для вл.ру они отправили официальный запрос в таможню и ответ следующий что никакого запрета не было и вообще прям не было никаких прецедентов не было ничего на паузе по поводу растаможки не местных физиков и вообще откуда вы это взяли и якобы не предвидится даже подобных действий но я вам скажу как человек который в этом деле каждый день это что не у нас у одних то есть поставили на паузу прям растаможку то есть затянулось время сегодня я сейчас еду за 10 птс ами или даже больше то есть до растаможили судно но сам факт была пауза и это звоночек то что все равно кто-то очень предвзято относится к правому рулю вот поэтому ну что следим за событиями пока видео закрыли то про запрет на растаможку для иногородних людей но мы бдительно будем следить за ситуацией и будем держать вас курсе а в этом видео таможню мы уже обсудили в этом видео я вам покажу у меня сзади меня коробочка вон там вот лежит что в ней приехала я вам покажу из японии также сегодня мы посмотрим автомобили которые везут полнопошлиные что еще людям нравится что они привозят и что уходит на регионы какие-то из этих автомобилей типа honda jade outlander гибридного мы снимем отдельно хорошие большие обзоры но сегодня мы пробежимся по моделям посмотрим вообще в каком состоянии какие пробеги люди везут и вообще что сейчас в тренде вот поэтому не отвечает следите за этим видео посмотрите а у нас еще дальше впереди много обзоров сейчас была небольшая пауза по видео но мы сейчас все наверстаем поехали ребят в общем забрал pts ки выданы 4 0 3 а 5 а вот даже 5 есть когда 5 марта в принципе вообще пошел слух о том то что есть проблема но от пятого числа есть pts к так в общем давайте посмотрим вообще что я забрал и что в принципе я назову ходовыми автомобилями давайте глянем nissan leaf azel то есть это 500 550 тысяч стоит такой corolla филдер 165 кузов это у нас выдовый полторашечный филдер не знаю рестайл его нет сейчас глянем так у нас honda везель ru 1 это переднеприводной на вариаторе популярная машина сейчас скоро будет обзор на гибридный ru 1 мы просто дадим не будем снимать так и honda accord кузов cr6 cr7 еще не купили к сожалению но cr7 и скоро вам покажем аккорды просто как горячие пирожки я рад то что наше видео помогло людям вообще увидеть эту машину что она очень интересная что это гибридный стильный технологичный седан который можно привести за адекватные деньги и люди их покупают у нас вообще у нас больше запросов больше в принципе желающих купить чем они есть на аукционах вот поэтому наше видео сработало которое мы показали что аккорд это хорошая машина вот и люди прямо по ней звонят я очень рад и вот ну что ребят давайте пробежимся посмотрим в ком состоянии автомобили начинается старт зару 1 это передний привод вариатор полторашка начинается от где-то 980 тысяч рублей очень сейчас популярна машина прямо звонят конечно вопрос по так вот есть стартер вопрос конечно по шумоизоляции по ходовой что она простенькая как у фита но знаю вы получаете кроссовер вот причем очень стильный кроссовер поэтому короче в общем каждый выбирает что ему нравится и голосует за это рублем так кстати от гибридного отличается приборная панель она белая без какого-либо вообще цветового оформления и знаете это по моему очень стильно напишите в комментариях вам нравится мне нравится так но в общем черты салона они как у гибридного как у гибридного ru4 у нас скоро будет ru4 на обзоре мы передний привод не будем смотреть потому что человек перед 8 марта мы хотим сегодня 7 мы хотим девочки его отдать чтобы вот такой вот подарочки сделать на 8 марта поэтому мы не будем его снимать мы сегодня и дадим пусть кайфует катается на праздник поедет на природу пожарить шашлычок у нас уже тепло вот блин классно машина ребят в общем старт за подобный автомобиль от 980 тысяч рублей то есть за где-то миллион пятьдесят можно прям купить очень маленький пробег хорошую цену так вот она выглядит красивая машина в азии они продаются honda и черви на внутренний рынок они его называют везель следующий автомобиль у нас лиф в кузове азел черный на черном причем еще и g комплектации да как я вижу неплохо у нас заряжены что на редкость лифу прям приходят все разряженные шторочка как надо бюджеты от 490 тысяч рублей это без глонаса цена с глонасом конечно же плюс 20 примерно пробег всего 49 800 и я думаю цена примерно я не уточнил цену конкретно за этот вариант но за g комплектацию это наверное ближе к 600 то есть самые пустые комплектации без ну вот этих бонусов g комплектации без подыгревов без вот этих вот подогрева руля там и прочих опций конечно же цена там в районе 500 если вы хотите опции хотите от этой машины по максимуму то готовьте в районе 600 тысяч рублей это с пробегом 50 тысяч если вы возьмете g комплектацию ближе к сотне пробег но в 550 вы залезете g комплектацию но пробег будет под сотню я бы честно говоря бы выбрал бы наверное пробег поменьше пусть он будет где-то пустоватый но зато у меня был бы пробег небольшой ребят напишите вообще электрички актуальны либо люди вообще ошибаются что покупают данные автомобили потому что нам очень много пишут людей под видео про электрокар это что ну лифы миф что люди вообще они просто совершили глобальную ошибку потратив деньги на электрокар я так не считаю если вы живете в ком-то небольшом городе где нету пробок где нету гора кто вообще очень классно машина у вас есть где заряжать его поэтому как бы платить за зарядку там 25-30 рублей если вы его ночью заряжаете и кататься весь день по своим делам за там но грубо говоря 600 тысяч рублей а за его можно купить там от 330 сейчас по моему очень неплохо кататься по делам за 350 тысяч рублей не заправляю ничего не ломается там кита там но походовки там мелочи там потом со временем электромотор не ломается батарейку менять не надо ничего только жидкость в одноступенчатом редукторе поменяли все поэтому я как бы считаю что люди вообще делают адекватный выбор напишите ваше мнение они либо дураки либо все-таки над придерживаться максимум это гибрид вообще в лучшем случае это нужно всегда покупать бензиновый мотор без всяких этих электрических решений будет интересно ребят 70 тысяч пробег вот такой вот есть нюансик вот посмотрите стоит рядом с корр и вообще я выбрал аккорд ван лав ребята у нас хорошая комплектация на коже здесь смотрите летние колеса на штатных дисках очень жирная резина в общем аккорд в порядке давайте заведем посмотрим сколько него пробег такая карбоновая кнопочку на сам уклеил так какой у нас пробег я хочу посмотреть алё где у нас пробег вообще 70000 но такие аккорды они примерно сейчас в миллион двести миллион двести пятьдесят с таким пробегом блин какой же он классный вот я вам говорю не я ему не льщу я вот говорю вполне прям вот свои честные ощущения это очень классно машина мне очень нравится подочечник с бархатом мелочь меня в сая просто пластик лампочки блин какой он крутой все он заглох и мощи не надо вообще греться дальше пишет рейди мотор заглушил и на дворе у нас три градуса тепла но все типа дружище поехали наваливать вот и в общем что я могу сказать про эту машину я очень рад что она сейчас становится все популярнее и популярнее кстати это чехлы это гребаные чехлы да он тряпочный на самом деле да я бы снял бы очень такая кожа какая-то я просто что-то сразу не обратил внимание она это но такая очень грубая это не настоящего салон я бы выдрал бы эту кожу холодную и катался бы на родной заводской тряпки куда более приятнее по ощущениям садится мне что летом что зимой так диск да у нас на хорошее ну такой хороший относительно зиме пришел диски так себе честно говоря 17 до тоже 225 50 17 резина штатная заводская но в плане размер по заводу но я бы честно говоря поменял бы эти диски вот ну классный бонус еще то что штатное литье дал японец очень красавчик ребят вот такой вот еще красивый у нас vxb филдер aero tower комплектация vxb нкс 165 в районе 800 тысяч рублей вот такая вот черная фара ну вообще просто и по салону и внешние колеса у него другие завода в общем очень симпатичная машина это филдер vxb кузове aero tower вот такой вот приятненький пахнет полиролька и 107 тысяч пробег бюджета и в районе 800 тысяч рублей наверно старт вообще прям за приятные модели очень крутой салон по центру алькантара по бокам кожаные вставки селектор все в темном стиле все очень стильно сделано и вимоут эко модно общем все гибридные кнопочки опции чем очень красивая машина очень красивая машина и все-таки это универсал красивая приборка мне вообще нравится так ребят вот outlander еще у нас у меня ключей нету потому что мы его сейчас на мойку завтра будем снимать гибридный и и и и в общем интересный экземпляр один уехал моего немножко не поймали был на сахалине вот этого снимем по полной с гибрид с гибрид сервисом в общем ждите вот еще два таких универсала но альфа вам уже известно моем видео а вот вот этот вот экземпляр honda jade на гибриде полторашка робот копия фита технически такой вот он у него 6 мест сюда не сядешь да и сзади 6 мест именно не 76 вот в общем за дикой курьер у него где-то есть ключ ключ мы не можем найти он стоит открытый завтра мы будем снимать сейчас на мойке будем искать ключ короче он где-то в салоне он заводится глохнет вот стоит открытой возле будки охранников вот будем искать ключ в общем вот такая вот интересная тачка будет у нас на обзоре завтра будем снимать outlander а будем снимать jade в общем не пропустите подпишитесь на наш канал и мы вам покажем чем хороши эти автомобили где же ключа обратите внимание кнопочки почти как с аккорда только они сделаны чуть-чуть из попроще пластика но все равно приятно горит синеньким ну-ка красота какая красота 75000 пробег по бюджету по всей информации будет в его обзоре полном глонасса не вижу а может быть и местных человек глонасса не видно шестиместный альфу не будем снимать кстати альфа у нас будет делаться полный гибридный у нее комплекс чистка там всего там этого проверка и так далее хорошая альфа вот в общем ждите 35 оценка без салона пробег 66000 хороший экземпляр пацаны короче привез себе фару за место пока цена такая фара 200 долларов были дешевле но там были там какие-то крепления поломаны где-то там еще там что-то поплавлены как будто сгоревших машин вот это общем без коцак вот у нее прям идеальный 10 пластик ничего неких замечаний вот короче но у нее нету блоков ксенона только есть все все фишки но она пустая ксенона нет но линзы есть ксенона нет вот в общем поставлю себе вот можно заказать какие-то эксклюзивные фары какие-то дорогие тачки потому что новая такая стоит с ксеноном 75 тысяч рублей вот и бушко с 200 баксов общий подарок ребят по фаре у меня есть вот такие вот нюансы то ли на мойке кто-то прижал то ли чего сделали в общем сам факт здесь утрез но и вообще пластику здесь вот очень тонкий то есть его сломать очень легко вот есть такой нюанс и есть вот такая вот царапин то есть кто-то то ли мимо проходил то ли не знаю чего общем такие вот помутнения вот но в общем хочется фару себе идеально гладкую вот поэтому себе заказал из японии ребят получилось вот такое вот видео и немножко поговорили про таможню и посмотрели машин которые поедут сейчас к нам своим владельцам российским и посмотрели что в коробке бывает приходит из японии от наших японских братьев и хочется это видео завершить словами все-таки про правый руль мы часто в комментариях наблюдаем особенно где видео на о том что что-то там запрещают вводят новый сертификат какой-то есть люди которые пишут в стиле да быстрее бы уже запретили ваш правый руль и вы бы ездили бы на нормальных там машинах там с левым рулем ребят дело то вообще не в левом руле не в правом руле тут дело вообще в свободе я хочу купить тот автомобиль который мне нравится по технологичным своим параметрам который мне нравится внешне который не ломается и прочее то есть я голосую рублем за то что я хочу они то что мне позволяют выбрать из чего дело в свободе поэтому делающие в руле просто сегодня ебут нас завтра вас а после завтра вообще нас всех поэтому без разницы на каком-то руле на левом на правом на вазе на тойоте на доджи на форде без разницы мы все заливаем бензин который стоит кучу денег мы все платим за раздобленные дороги кроме москвы питера там как стекло дороги мы все платим транспортный налог которая снова не на том сколько ты передвигаешься по дорогам как в америке то есть катаешься ты плачешь у тебя налог включен в бензин вообще в топляк у нас просто стоит . не стоит она обязательно должна стоять на учете вот и ты платишь налог каждый год без границ сколько километров проехал по нашим дорогам вот и как бы у нас дело то одно вообще по-хорошему поэтому ребят не будьте какими-то безучастными поддержите лайком скиньте каком-то своему другу даже если вы не есть на правом руле просто сегодня у нас забирают байкал завтра у нас там заберут правый руль послезавтра нам еще там чего-нибудь сделают запретят и прочее поэтому давайте будем увлеченными давайте будем вместе и поэтому запретов от этого будет меньше и возможно то что таможня переобулась так скажем возможно она переобулась из того то что во владивостоке в приморском крае вообще пошел резонанс то есть прям вот мне все звонили весь день отчетом нельзя там может там ну прям в соцсетях на ю тубе много кто говорил про это в общем поднялся резонанс и возможно просто люди принимающие решения увидели то что как бы но не пол не получится это как-то втихую сделать это что люди вообще беспокоятся и говорят об этом и поэтому они сказали опровергли то что они как будто бы ничего не ставили на паузу растаможку вот поэтому если мы будем все вместе то какой-то дичи будет происходить тоже меньше поэтому ребят поставьте лайк подпишитесь на канал если вам интересен правый руль что сейчас привозят наши проекты наши обзоры подпишитесь будем общаться будем кайфовать всем доброго пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля компания